Говорят, что занятия настольным теннисом развивают интеллект, тренируют реакцию и даже улучшают почерк. Что из этого правды, сейчас узнаем. У нас в гостях старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису Ростислав Жадько и кандидат в мастера спорта Яна Жадько. Доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала поговорим. Есть мнение, что настольный теннис очень положительно сказывается на состоянии тела, на здоровье. Если это так, то расскажите более подробно. Любой вид спорта очень положительно влияет для состояния здоровья. Настольный теннис очень хорош тем, что он хорош для зрения, потому что мяч то приближается, то удаляется. Плюс очень хорошая общая нагрузка. Есть и передвижение вперед-назад, и прыжки, и нужная координация, внимание. Это вид спорта, который развивает человека во всех направлениях. Когда обычно спортсмен, подросток приходит в какой-то вид спорта, если он хочет добиваться высоких результатов, то у него должно быть крепкое здоровье. Какие особенности есть в настольном теннисе? То есть по каким параметрам можно не попасть в мировую элиту? Параметры у всех одинаковые. У нас общие критерии. Любой профессиональный спортсмен проходит в РНПЦ спорта медосмотр два раза в год. И если позволяет его спортивное достижение, плюс состояние здоровья, дальше заниматься, то он и занимается. То есть особенных критерий для настольного тенниса нет. Но говорят, что маленький теннис требует больших физических нагрузок. В каком возрасте предпочтительнее отдавать ребенка? Ну, в 6-7 лет уже начинают заниматься. То есть те, кто приходят позже, они уже отстают. Конечно, при огромном желании они могут догнать. Есть такие, скажем, случаи. Но в основном в 6-7 лет уже занимаются настольным теннисом. Яна, расскажи свою историю, как ты попала в настольный теннис. Ну, папа отдал. То есть у тебя выбора особо не было? Ну, был, но я еще танцами, бассейном занималась. Да. И настольным теннисом. Почему именно решила сделать акцент на настольном теннисе? Потому что все-таки кандидат в мастера спорта, извините, пожалуйста. Больше нравится настольный теннис, чем танцы, плавание. Подскажите, как разглядеть, что у подростка, у ребенка есть потенциал к этому виду спорта? Ну, мы проводим отбор, когда приходят маленькие дети, но сказать определенно, что этот мальчик или девочка будет играть, а этот не будет, очень сложно. Потому что в настольном теннисе надо и координации, и физические данные, и сила воли очень много. И результаты появляются в 15, 16, 17 лет. Поэтому сказать в 6-7 лет, что этот будет играть ребенок, а этот не будет, очень сложно. А вот есть разница между обучением детей и взрослых? Да, конечно. То есть это абсолютно разное. Детям надо постоянно что-то разное. Если делаешь одно и то же, им становится скучно, и они просто перестают ходить на тренировки. Уже в более взрослом возрасте они уже понимают, для чего они делают. И, скажем так, половина того, что они тренируют, они не заставляют, а хотят сами играть. Ян, ну вот для того, чтобы заинтересовать зрителей, три пункта, которые тебя вдохновляют в настольном теннисе? Это какие? Что самое классное во время тренировок, во время выступлений, во время матчей? Ну, играть вот просто для удовольствия, то есть какие-нибудь результаты показывать. Все, наверное. Вы пришли к нам не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, кубок, медали. Яна, это все твоя заслуга? Да, ну и папина тоже. Расскажите поподробнее, где они забоеваны, какую ценность они представляют. Мы ездили в Северную Македонию, скажем так, соревнования в последнее время у нас были в основном в Беларуси или в России. И тут поступило приглашение из Северной Македонии принять участие в международном турнире. Конечно же, мы согласились, так как выездов международных у нас нет. И на эти соревнования ездили Яна Житькова, Елизавета Тимошкова, Никон Шутов и Дарья Кисель. И выступили более чем удачно. То есть мы завоевали три первых места и два третьих. То есть это очень хороший результат. На каком этапе, на какой ступени сейчас находится белорусский настольный теннис? Есть ли такие мировые лидеры? Потому что мы знаем, что был Александр Самсонов, который входил как раз в тройку, в пятерку лучших мировых игроков. Сейчас как обстоят дела? Вы знаете, с 2020 года мы уже не принимаем участие в международных стартах. Плюс отстранение российских и белорусских спортсменов. Мы сейчас только теряем позиции в мировом рейтинге. Скажем так, в свое время уже были и другие спортсмены, которые входили в топ-100 мирового рейтинга. Но сейчас мы только теряем, поэтому позиции сложно очень сказать. Но вот турнир в Македонии, где было больше 10 стран, мы сыграли очень хорошо. Все-таки здорово, что белорусские спортсмены продолжают развитие, несмотря ни на что. И вот такие турниры в России, такие турниры в Македонии еще раз показывают, что наши спортсмены достойны и могут добиваться самых высоких результатов. Я напомню, что у нас в гостях были старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису Ростислав Жадько и кандидат в мастера спорта Яна Жадько. Хорошего вам дня и больших результатов в будущем. Спасибо большое.